друзья всем привет всех рад видеть сегодня у нас кучу новинок и самое важное сегодня у нас невероятный просто розыгрыш мы за разыгрываем вот такую замечательную кофемолку от компании arzum oka это турецкая компания поэтому обязательно подпишись на канал и смотрите этот выпуск до конца потому что в конце будет условия розыгрыша и возможно ты сможешь получить этот замечательный приз вот эту прекрасную кофемолку а что у нас еще у нас сегодня новинки от компании zh вот и две новые турочки который называется тегеран новая серия турки на 170 миллилитров а у нас сегодня замечательный новый кофе которые мы с вами вместе попробуем это турецкий кофе вот прямо из турции приехал специально для того чтобы мы с вами продегустировать это крафтовый кофе из города мерсин продается такой кофе прямо специализированных киосках которые стоят ну там по всему городу но чаще стоят на заправочных станциях мы попробуем и у нас сегодня с вами еще одна новинка это подставка для джезвы от компании zh мы ее тоже сегодня протестируем я поделюсь своими первыми впечатлениями про эту поставку как она работает понравилось не понравилось что в ней хорошую поэтому не затягивайте подписывайтесь садить поудобнее и будем обязательно смотреть до самого конца если вы на этом канале впервые то смотрите что мы здесь разыгрываем и много других замечательных ценных призов поэтому подпишись обязательно что-нибудь выигрыш итак давайте я закину кофе а дальше буду рассказывать про непосредственно наши джезвы что у нас здесь наша джезва на 170 миллилитров по факту ну то есть так всегда помещается сюда влазит точнее сюда 150 миллилитров или граммов воды значит я поэтому буду 17 грамм примерно кофе использовать с 1 к 10 стандартную пропорцию и и сама джезва это весит я сотарил она весит двести три грамма не вот при объеме 150 миллилитров то есть она не сильно толстая нельзя сказать что она сделана прямо из толстого из толстой такой меди тут нет скорее ручка самая толстая вот и сейчас мы посмотрим как она сработает как это все влияет на кофе блин что-то я по чуть набираю боюсь пересыпать 16 есть ну кофе у нас натур настоящий турецкий настоящий турецкий помол давайте покажу вторую камеру прям комочки комочки прям липки липки прям очень-очень тонкий кофе все как должно быть пахнет вкусно пахнет настоящим турецким кофе и так 17 грамм кофе у нас есть затариваем и подливаем водичку смотрим сколько у нас помещается водички но я уже конечно же поварил кофе на этой джезве сейчас вам все расскажу мне помещалось максимально 150 даже в 149 четко так и помещается то есть 170 миллилитров конечно же сюда можно добавить воды но тогда не будет кофе по факту это 150 так включаем нашу горелочку я ребят напомню вы чат спрашиваете где купить горелку где купить джезву всегда под каждым роликом канала под каждым абсолютно есть ссылка на мой личный сайт он называется real coffee . pro вы заходите туда и там есть целый блок с различными ссылками где купить джезву горелку какие модели все там на этом канале есть если вдруг вы не увидели какую-то ссылку под роликом я просто банально мог это забыть сделать ставлю вариться кофе максимальное плаве ставлю старт и объясню почему максимальное пламя крайне редко в этой грелки так я делаю так использую если вы завариваете кофе настоящий турецкий очень тонкого помола обратите внимание насколько он сильно прилипает вот к этой мешалки деревянной обязательно хорошенько нужно вымешать иначе у вас сверху будет кофе не провален будет неприятный будет горький и так давайте мы пока перейдем к нашему и к нашей турки тегерана потом я расскажу для чего у меня еще вот стоят здесь видите сегодня столько новинок я просто сам шоке как это все один ролик в миссию буду вмещать смотрите она сделана прекрасно внешний вид прям ну 100 баллов я не знаю для чего ее делали но у меня такое ощущение что этот джаз вы делали для красоты потому что в ней много изящных и тонких моментов она красива сама по себе вот эти формы вот это вот округлая скажем так бочковидная форма она очень прикольно сделана вытянутая горлышко но самое главное тут эти прекрасные носики хотите вправо выливаете хотите влево как вам удобнее туда и выливаете и обратите особое внимание на только крепится ручка она сделана так остро и потом такой плавный как бы обнимающий саму горлышко турки вот такой вот жест это все прекрасно она выгнута видите то есть ручки у турок стали у всех сейчас немножко согнуты это удобно мне показалось что это удобно в каких случаях это удобно если вы пользуетесь туркой дома если вы используете горелку это удобно но если вы используете эту турку на песке то это проблема потому что для того чтобы использовать турку на песке вот это принципе не предназначен для используем на песке для того чтобы соль на песке тут ручка обычно делают высокую чтобы рука кому можно было дальше от горячего песка чтобы у вас не обжигала вам руку ну вот но здесь это наверное сделано в принципе для других целей поэтому все хорошо их две одна вот у меня в просто в меди 2 у меня все-то мне там уже кофе начал просто резко как-то ух переборщил я чуть-чуть делаем поменьше а вторая у меня в патине если говорить про внешний вид то в данный конкретно данном конкретно исполнении в этих джезвах конечно же медь смотрится гораздо выгоднее но с точки зрения практичности уверяю вас патина будет практичнее но если у вас есть возможностью полировать не просто чистить лимоном я сказал как это делать а полировать потому что здесь нужно именно полировка здесь ну вот тяжело очищается медь высокого качества я уже вам скажу по опыту что тяжело очищается это джезва вот у меня тут почти чуть не убежал кофе такое редко бывает 2 минут 30 секунд почему чуть не убежал на самом деле я просто я просто раз заваривал и мне не хватало пламени сейчас заправил горелку видимо она стала работать лучше и сейчас все хорошо и давайте посмотрим как прекрасно выливать из этой джезва смотрите больше всего мне понравился здесь носик понравился за что я сначала подумал что это просто как говорят нас понты то есть это сделано для красоты но потом со временем понял в чем вообще задумка я так думаю я честно не спрашивал но это мои домыслы дело в том что ты когда-то выливаешь плавно кофе плавно вытекает у тебя в чашку вот не агрессивно коротким носиком именно вот этим плавно то тебе пенка получается просто волшебно она не разбивается не распадает не распадает на части такая штука есть в эспрессо и здесь тоже это по сути работает она получается волшебная плотная мелкозернистая страна то что я немножко переборщил и кофе прям у меня возбудился чрезмерно я так обычно не делаю это просто отвлекся и переборщил но переделать уже не буду 2 минуты 31 секунду я заварил что в принципе нормально так пока остывает наш кофе пока мы ждем пока кофе остынет кстати кружка белорусских мастеров из белорусской глины я ездили мы путешествовали по беларуси купил вот хвастаюсь перед вами такая у меня есть кружка сегодня значит что хочу рассказать еще про джезвы конкретно от компании zh попью водички заодно расскажу что заводу я использую вы часто спрашиваете у нас есть такая вода такой бренд называется your water я его не рекламирую ни в пять мне нравится и по вкусу и нравится очень как на ней заваривается вот кофе неважно фильтр турка все вкусно я сфотографирую этикетку отправлю вам ее состав химический посмотрите может быть аналогичную воду найдете где там где вы живете и попробуйте потом поделить своими впечатлениями я помню что обещал сделать выпуски про воду но это сложная тема я в ней сам не сильно разбираюсь я просто подбираю мне нравится то есть я конечно читаю книжки но разбираться в воде мне кажется это нужно заниматься этим всю жизнь и так давайте вернемся к вот этим двум джезвам этом восток моя который я пользуюсь она на 190 миллилитров но по факту что 70 сюда больше не помещается то есть я завариваю это просто называется джезва она на 200 миллилитров тоже они обе с патиной я решил заказать этот раз патину на самом деле я заказал в этот раз джезв больше еще приедет ковкая по моему еще приедет медь то есть я вот заказал таких побольше что хочу сказать про свою за моей ничего за год не произошло но раз 200 ей пользовался не меньше за это время и все с ней хорошо покрытие цело все цело все супер и он даже видите не сильно хорошо и вымок и если говорить про эту я не знаю протестирую обязательно поделюсь не обещаю что это сделаю прям ближайшее время но очень очень скоро сделаю протестирую поэтому если вам интересно подпишитесь и ждите пока я расскажу про это не могу в этом выпуске просто все слишком будет много информации вот поэтому думаю что она кстати тоже сделана тот более тонкий вариант видите вот как и здесь тонкой вроде бы кажется тонкие тонкая медь но ничего страшного кстати здесь какой вариант я специально обнял ручку джезвы она нагревается сильнее чем пример вот здесь сильнее за счет того что здесь сама тонкая медь но нагревается не тогда вы когда вы готовите одну порцию если вы допустим там 10 в подряд то она будет прям горячо она будет вам припекать на одну порцию ничего не происходит все прям хорошо ничего не нагревается так ну что давайте пока попробуем кофе не кофе не готов еще очень горячо и давайте пока расскажу про подставку вот такая подставка под конкретную горелку сделано добротно то есть она сделана хорошо толстый кусок нержавейки все прекрасно все замечательно тоже внимание деталям видим это все вырезано на лазером потому что здесь все аккуратно здесь но придраться не к чему из нюансов которые я заметил смотрите она царапается очень сильно то есть там где я просто стоял на столе она уже поцарапалась там где стоит горелка она тоже царапается хотя вроде бы смотришь но тут железяка железяка интересно сколько она весит это подставка не прим самому стол интересно надо что она прям навесит 350 грамм являюсь каждый на очень нелегкая значит если честно то мне она понравилась не очень точнее сказать она мне не понравилась за что она не понравилась но вот это здесь как бы немножко вот такая вот вибрирующая история есть достана ставишь на чувствуется что как будто мы здесь вот как будто бы неустойчиво еще не ничего ни разу не упала но есть такое ощущение вот этот желез выставлю все хорошо. Второе, мне не понравилось то, что мне приходится делать горелку на полную мощность. Почему не придумать так, чтобы можно было опустить подставку ближе к горелке и выше горелки? Вот это, мне кажется, красоту эту можно разрезать на две части и сделать здесь механизм, который позволит это дело опускать и поднимать. Это важно. Я понимаю, что у нас сделана как универсальная подставка для разного типа горелок, потому что здесь специально вот эта вот вогнутая форма, вот для того, чтобы сюда широкая горелка стала или там баллон. Но на самом деле вот по факту есть вот такая высота. Ничего сделать нельзя, либо что-то нужно подставлять, если вы хотите. Я привык, чтобы был примерно полтора сантиметра, два это максимум до турки. А для того, чтобы так было, нужно еще два сантиметра снизу сделать подставку или можно было бы опустить саму эту штуку. Поэтому к качеству изготовления у меня претензий вообще никаких нет. Но вот к удобству использования, честно говоря, я считаю, что эта вещь неудобная и поэтому на данном этапе я бы ее не рекомендовал, потому что мне она не понравилась. Ну то есть я буду конечно пользоваться, потому что свою я уже подарил, поэтому буду пользоваться этой, но по факту мне она не понравилась вот за такие вот моменты, потому что мне приходится очень сильно использовать горелку мощную. Это иногда приводит к тому, что кофе переваривается. Вот он будет говорить, что переварил кофе, потом что-то на него жалуешься. Итак, кофе пахнет как традиционный турецкий кофе. Вот практически весь кофе турецкий пахнет примерно одинаково. А именно, что здесь в аромате? Здесь сырые орехи, немножко сырные ноты, чуть-чуть такое старое дерево, ну и чуть-чуть просто прелый, можно сказать просто прелый аромат. Многие считают, что это негативный аромат, и я тоже могу вам сказать, что в принципе, если брать в принципе стандарты кофе, то это негативный аромат. Но я к нему привык, и для меня это в общем-то нормально, это характер турецкого кофе. То есть я считаю, что это не негатив, а это особенность, это такая особенность конкретного продукта. И весь кофе в Турции пахнет так. Немножко горячевато. Давайте сейчас расскажу, что нужно сделать для того, чтобы выиграть замечательную кофемолку. Пусть кофе чуть-чуть остынет. Арзум ОКО. Керамические жернова. 38 миллиметров. Абсолютно новенькая. Вот в упаковочке здесь лежит. Я ее посмотрел, повертел, покрутил. Классная штука, но не стал делать обзор, потому что хочется, чтобы вы получили абсолютно новую, абсолютно новую кофемолку. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы стать победителем и обладателем вот этого замечательного приза. Это прекрасный приз, поверьте мне. Она и думаю, что будет справиться со своей работой неплохо, и она выглядит очень красиво, и сделано качественным материалом. В общем, все классно. Сегодня я решил вас повеселить и вас, и себя, и заодно вспомнить один замечательный ролик. На самом деле, есть ролик на канале, где я рассказывал про то, какую из джессов от компании Z-Edge выбрать себе, Z-Edge, какую выбрать себе, для того, чтобы пользоваться, какая вам подойдет. Так вот, я его недавно пересматривал, и на что обратил внимание. Там я говорю, то джезва, то турка, то турка, то джезва. И меня это немножко самого развеселило. По содержанию он вроде бы неплохой, но за счет того, что я постоянно то по-арабски, то по-русски называю одно и то же устройство, и я подумал, а что если придумать такой вот розыгрыш, вы просто смотрите этот ролик и считаете, сколько раз в ролике я сказал слово джезва, и сколько раз в ролике я сказал слово турка в любой форме, потому что там кое-где есть турочка, это тоже считаем как турка. То есть это просто уменьшительно-ласкательно, но это все равно по-русски. Поэтому вы считаете и просто пишете джезва такая-то цифра, турка такая-то цифра. И такой комментарий будет засчитываться для того, чтобы выиграть вот эту замечательную кофемолку. Ну как, весело? Согласитесь, веселая история. И уверяю вас, ролик будет для вас полезным. Если вдруг вы сейчас терзаетесь с сомнением, а какую же себе турку выбрать или джезву, то он вам как раз ответит на эти вопросы. Поэтому смотрите ролик, считайте количество раз джезва турка, пишите в комментарии под этим выпуском, сколько раз вы насчитали, и спокойно выигрывайте вот эту замечательную кофемолку, которая, кстати, стоит недешево. Очень хорошая кофемолка, я думаю. Так, ну что, давайте расскажу про вкус. У меня не сложилось впечатление, что за счет узкого горлышка кофе переваривается. Я это уже делал несколько раз, заваривал разный кофе, сейчас решил турецкий кофе, свой заваривал кофе. Все хорошо, сладости в кофе достаточно, никакой лишней горечи здесь вообще нет. Почему? Не знаю на 100%, но догадываюсь, что здесь диаметр донышка 50 мм, а диаметр горлышка 40 мм. То есть разница не такая большая, нельзя сказать, что прямо это узкое горло. Оно как бы вроде бы смотрится узким на фоне бочонка самой джезву, но относительно донышка не такое уже узкое. Я не вижу препятствий, когда кофе поднимается, я не вижу, чтобы она задерживалась, либо подтормаживала где-то, то есть пенка спокойно поднимается вверх, и все происходит хорошо. То есть подгорания пенки, конечно же, у нас нет. Но если вы не будете перемешивать, то у вас образуется подгорание не только в начале, но и в процессе заварения у вас может быть такое, что пенка будет сверху немножко горчить, чего не будет, конечно же, в открытой турке, то есть вот с таким широким горлышком. Здесь это исключено, здесь этого в принципе не будет, а здесь такая проблема может быть. Но не думаю даже, что это проблема, то есть такая ситуация скорее может быть. Мне понравился здесь баланс между толщиной металла, это очень важно, здесь прям подобрано формы ручки, формы самой джезвы и особенно формы вот этого носика. Она прекрасна, она влияет на качество, качество пенки, которая находится на поверхности кофе. Если говорить по вкусу, про вкусу, по вкусу про этот кофе. Заварился хорошо, текстурно я чувствую мелкие частички, они приятные. Какой признак, если что у вас пенка переваривается, они становятся такие шероховатые и горькие, как будто бы ядовитые, понимаете? Здесь пенка, она тактильно шероховатая, но они сладкие, то есть прям приятно их смаковать, понимаете? Они так тают во рту, все хорошо, ощущение тактильное от этого, от этой пенки на поверхности кофе, они очень приятны. Может быть после вкуса и чуть-чуть горчит кофе, но я думаю, что это из-за того, что я его слегка перегрел агрессивно, за счет того, что боялся, что будет долго. На этой подставке у меня в среднем кофе заваривался больше трех минут, от трех до четырех минут, поэтому сейчас я как бы подкинул горелку, чтобы это произошло быстрее, но прям еще быстрее уже сделать нельзя, нужно под горелку что-то подставлять, иначе просто не будет получаться у вас еще быстрее. Поэтому кофе мне понравился, как турка работает, мне тоже понравилось, я сто процентов рекомендую эту турку для покупки, она интересна, и она доставляет два момента, эстетическое наслаждение, потому что она очень красивая, и в принципе она хорошо заваривает кофе, и она выделяется из всей линейки компании Z-Edge. Вот если вы хотите подарить девушке, даме турку, я вам советую вот этот вариант, потому что она прям такая деликатная, нежная, красивая, изящная. Вот это как бы по сравнению, вот это рядышком, то есть когда рядышком, вот это выглядит такой грубый, мужской, а это прям такая женская, приятная вот такая вот штука. Друзья, у меня все, надеюсь, что вы досмотрели ролик до конца, не заскучали, я знаю, что вы любите ролики, выпуски про турки, пишите, что еще вы хотите, чтобы я сделал конкретной туркой, какие, что мне сделать с ней, какие условия создать, все, что вы напишите, я постараюсь исполнить, если это будет в рамках приличия, в конце концов. Вот, я себе точно такую одну ставлю, точно, потому что, ну, она интересна, и таких больше я на рынке не встречал вообще нигде. Вот она уникальна в том, что она есть. Вот, поэтому я рад, что компания ZH не разочаровала, и по-прежнему делают качественные, скажем так, девайсы для заваривания кофе, это классно. Вот, изогнутая ручка мне показалась улучшением, потому что большинство людей используют объективно эти турки на горелке. Значит, кстати, что касается ZH, на самом деле автора изобретения зовут Николая, поэтому у меня есть версия, а вы напишите, как думаете, это я просто прикалываюсь или так, что это иногда читается не как ZH, а как NZ, неприкосновенный запас, или Николай Жибелян, это фамилия человека, который придумал эти джазы. У меня все, пока-пока, до встречи на канале.